Ребят, всем привет, с вами Тоха. Давайте сегодня рассмотрим новичка нашей игры, премиум эсминец Фрисланд, который стоит либо миллион свободки, либо там реальные денежки стоят, сколько не знаю, не смотрел, если честно. Давайте сразу пробежимся сейчас по перкам, по модкам, по характеристикам корабля, выскажу я о нём своё мнение и поедем в бой, посмотрим, что он из себя представляет. Начнём сразу с боеприпасов и снаряжения, есть у нас дымогенератор, собственно, загородительный огонь по вою, гидроакустический поиск, нету форсажа, скорость у эсминца не самая большая, это, конечно, печально, что нет форсажа, но это не самая большая его проблема, а самой большой проблемой мы узнаем дальше. В первый слот ставим основное вооружение, во второй слот гидроакустический поиск, в третий слот системы наведения, четвёртый слот разгон, в пятый слот системы маскировки, и в шестой слот, собственно, досылатель, апа и МГК, как и у всех эсминцев. Других вариантов нету, видел я гайды про какие-то апы и ПВО, ребята, я бы вам не советовал таким заниматься, потому что это бессмысленно. Так, давайте сразу к перкам, по перкам у нас тут всё более-менее понятно, перки полностью фулл ДПМ, можно поменять, конечно, базовую огневую подготовку на суперинтенданта, но тогда у вас будет меньше ДПМ, и будет вам труднее драться с эсминцами, будут они вам больше сносить ХП, будут они вам, по вам больше залпов делать перед смертью, поэтому я всё-таки советовал бы, ну, перки ставить такие, перки ставить такие практически на всех эсминцев. Из флагов, по флагам, что там на нём самое более-менее важное, это, наверное, только Сьерра Майк, все остальные флаги, ну, флаг на детонацию, естественно, там, если есть, флаги на поджог поставить, ну, можно спокойно играть и без них. Сьерра Майк, и всё, это важный флаг, все остальные желательные, скажем так, желательные, но не обязательные. Сразу вкратце, вот так, по флагам, то есть, размышлять, знаете, вот, мог бы я сейчас тут философию развести на тему ни о чём, но я не люблю такие философии. Точно так же, как разводить на тему ни о чём, философию тут по ТТХ по его тоже не стоит. Боеспособность у него, конечно, не самая большая, ну, и не самая маленькая, там, скажем так, средняя. ДПМ у него, я бы назвал, наверное, примерно плюс-минус на уровне даринга, ДПМ хорошая, СГК. С ДПМом, СГК, конечно, не поспоришь. Баллистика у него плюс-минус вменяемая, ребята, ПВО у него для эсминца хорошее, ну, тоже рассчитывать там сильно на ПВО, мне кажется, не стоит. Максимальная скорость хода средняя, радиус циркуляции средний, время перекладки рулей среднее. И вот мы доходим до его самого большого минуса. Этот минус, в принципе, он скорее говорит о том, что корабль, в принципе, брать, наверное, не стоит. 6,4 маскировка, то есть реализовать этот корабль проблематично, приходится играть в бою вторым номером, где-то не заезжать на точку, где-то получать пизды за такой маскировки. Вот реально было бы у него маскировка 6, я бы назвал этот корабль хорошим, играбельным. Имбой бы я его не назвал, но он бы был хороший, он бы был антиэсминец, там, все дела, все как полагается. Но все-таки 6,4 маскировка это очень много, она не дает реализовывать этот корабль. То есть придется играть вторым номером, где-то набивать домашку, где-то не заезжать на точки, где-то еще что-то. Единственное, я посоветовал бы, может быть, этот кораблик взять тем, кто играет на эсминцах от торпед и упорото играет от торпед, что он даже не может отказать себе в бою, чтобы не упарываться с теми в торпеды, чтобы не клацать вот эту троечку постоянно. Взять этот эсминц для того, чтобы учиться играть в ЗК, чтобы парни не отвлекали наличие торпед, чтобы они как-то немножечко научились стрелять. А так, в принципе, брать его либо для коллекции, либо, я не знаю, для чего. То есть, сказать, что он какой-то актуальный, я бы так не сказал. Своим одноклассникам он тут во многих параметрах проигрывает. Плюсов у него особых нет, я напоминаю, у него нет торпед. У него единственный, наверное, плюс это ДПМ. Да, ДПМ ЗК у него хорош, но с таким количеством минусов этот плюс уходит на нет. В общем, погнали в бой, ребята, проедемся. Понабиваем дамажечку, поиграем вторым номером. Естественно, на точке тоже надо заезжать, за точки надо бороться, но бороться за них будет очень проблематично. Погнали в бой, посмотрим, что у нас в итоге получится. Корабль про набивание дамажки. Хотя набивает он ее, если честно, не очень, ребята, скажем так. Ну, там свою соточку, грубо говоря, в бою можно делать. Можно убивать ихних эсминцев, ДПМ позволяет, можно драться с крейсерами. Был бы форсаж, была бы маскировка, это был бы еще один эсминец. Была бы хотя бы просто маскировка. Но с вот этой 6,4 воевать, ну, не то, что невозможно, но очень проблематично, очень-очень. Да, некоторые карты позволяют бороться за точки там. Ну, вот на этой карте можно бороться за точку, скажем так. Можно заехать там, что-то попридумывать, попробовать. Ну, половина карт за точкой ему не позволяет бороться с его маскировкой. Там приходится играть там. Ну, ездить прям под точкой, грубо говоря. На точку не заезжать, ездить прям под точкой, смотреть, что будет происходить. Как бы, играть приходится от ситуации. То есть на нем, на этом корабле трудно навязывать ситуацию. Приходится, видите, играть от того, как играет ихняя команда. Вот, чем вся его проблема. С таким большим количеством, как бы, ну, не то, что минусового, нюансов. Вроде отсутствия торпед, вроде не самого большого хп. Вроде отсутствия форсажа. Ну, в общем, с таким большим количеством вот таких вот нюансов. Можно было ему сделать маскировку 6. И он бы не был бы тут никакой импы. Он бы был бы нормальным, хорошим эсминцем. Он бы мог воевать хорошо и с десятками. И, там, с девятками и так далее. А так он может воевать только хорошо с плугами, ребят. Вот так вот. Скажу по факту, как есть. Если играешь против плугов, да, можно им давать, там, вваливать пиздюлей. Но если против тебя играют нормальные парни, которые хотят на четверть в игру смогли, то играть уже будет проблематично. Так, видимо, в этом был вагон РЛС, Донской, Кронштадт, Коляска. Хотя бы эсминцы, по идее, не сильно будут пересвечивать. Хотя, как понимаю, у Ташкента его Акацуки плюс-минус, как у меня, маскировочка, да. Проблема в том, что не получается ихним эсминцам навязывать геймплей. Вот из этих 6.4. Блин, это такая проблема, что вообще... Если бы Леста сделала бы нормальный корабль, 6 км и маскировки, вот это было бы другое дело. Можно было бы его использовать как антиэсминца, можно было бы на нем весело играть, без торпед и так далее, и тому подобное. А так она влупила сюда эту заградку. Эта заградка не в пизду, не в Красную Армию, блядь. Воевать с эсминцем под авиком, ну, и отбивать... Вообще отбиваться на эсминцы от авика в бою не сильно хочется, потому что когда на тебя авик начинает летать, тебе начинает фокусить его команда. И тебе хоть так, хоть так, ну, пиздец, практически, скажем так. Так, крон Донской на том фланге. Тут я, значит, буду действовать активно. Леня Алкаш. Зетка без... Ага, коляска, блядь. Вот это вот печаль. Вот это вот печаль. Сейчас я буду доставить активность, теперь немножечко уже платить, ребят. Видите, мне сразу натулили очень больно, ребят, очень-очень. У нас въезжает Донской, вообще не особо уменяемый парень. Он сильно тянет с этим... С РЛС-очкой. Ага, этот не на заднем, он уже на переднем, я понял. Ну, мне немножечко подразогнали ДПМщик. Разогнанный ДПМ мне тут, в принципе, не помешает. Получается, он мне сделать первую кровь. Но у меня теперь эрылысит коляска. И я, собственно, возвращаюсь на драку за точку. Как видите, у меня команда мне вообще не... Там, ну, как Донской помогал, но эти вообще не особо помогают. И не особо не играют, к сожалению. Нет, у меня пока варианта поупарываться ни в кого. Нет вообще никакого засвета. Они все едут ко мне в дымы, я понял. Они все абсолютно едут в дымы. Они просто решили постоять все в дымах моих. Ну, ничего, начинается для меня немножечко бой. Теперь пора и поупарываться, как говорится. Кстати, поджигает он хорошо. Я не посмотрел, его шанс поджога. Возможно, после боя посмотрим, если я не забуду. Но поджигает он хорошо. ДПМчик, как видите, тоже наносит. Надо стараться их поджигать всех, чтобы они постоянно всей толпой горели. Лишь тогда можно надеяться на какой-то большой урон, надеяться на успех, как говорится. Я ищу пока место реализации своего корабля, но, видимо, буду я сейчас... Ага, или он его уничтожает. Так, я понял. Или он до сих пор горит. У меня там коляска светит немножечко. Есть у меня, тем временем, полтинничек. Как видите, настреливать урон он может. ДПМ с башень есть. Конечно, не захватил я тут точку. Чтоб поехал я сюда немножечко упарываться в урон, как видите. И, в принципе, не зря по большому счету. Мне надо эту коляску как-то приговорить. То есть, можно без торпед настреливать. Он у меня уже подходит к 70 тысячам. Конечно, когда попадают торпеды, сразу становится 50-100 ка урона. Это очень приятно. Но... Можно играть и без них. Я же соточку на нем можно держать. Можно, наверное, даже и больше держать. В принципе, какое-то влияние на бой в любом случае оказывать получится, скажем так. В любом случае получится оказывать это влияние на бой. Как видим, бой у нас развивается очень активно. Еще раз, ребят, скажу свое мнение по поводу этого эсминца. Эсминец и трата на него миллиона свободки очень под большим вопросом. Потому что каких-то таких прям свершедевральных в нем каких-то прям вот такого чего-то вот в нем нету. Нету. Было бы в нем 6 маскировки, блядь, это был бы один эсминец. Но без этих 6 маскировки он этим эсминцем не является. Потому что маскировки его очень мало. Так, надо тут хотя бы какую-то сотку сделать, да, ребят? Выезжает он Хелена. Они, как видите, все активно текают без остановки. Конечно, когда вот огоняешься на эсминце тоже результаты не самые лучшие. Соточка есть. Соточка, тем не менее, есть. Даже вот я сессию на нем играл, даже что-то вроде как и на 150 наигрывалось до момента, пока эстонации не пошли. Ну, соточку, в принципе, держать можно. Есть у меня второй килл, добавок первой крови. Догнать бы теперь кого-то из тех, алкаша и Хелену. Ну, или Акацуки, собственно, не важно. Так, тем временем, наша команда вся приехала сюда. Это очень печально. ННН, пожалуй, буду стрелять. Печально в том, что они мне возможно тут больше в этом бою не дадут никого потрогать. Ну, тем не менее, соточку я сделал. Может быть, сделаю 120, может быть, 150, а может быть, так соточкой я стану. Ныряет Акацуки в тупую в дымы под двумя РЛС-ками. Ребел, кстати, надо понимать же, что происходит. Вы видите? Он играет на Акацуки, он даже не видит. Блять, едет Басл, а едет коляска. Он ныряет в дымы. Еще и едет в ту сторону. Ну, это ж тупо, это очень тупо. Мне приходится везти вот такие перестрелки, а с Хеленой такую перестрелку везти, если честно, это ссыкотно. Очень ссыкотно. Но у меня заходят поджоги, я, как я говорю, поджоги тут заходят хорошо. Сейчас глянем шанс поджога. После пояса я не забуду. Видите? Все полностью на АК построено. Я очередной поджог. Пщительные шлюшки, ребята. Вот так вот. Пщительная шлюшка его убила при Исланде, как видите. Приезжаю я дальше упарываться на домарочку. Сразу же поджог, как видите. Я нырнул в дымы, чтобы поджеляться тут еще хоть чуть-чуть. Может быть, я выжил от этого залпа. Да, я выживаю, все у меня хорошо. Даю я ему поджог, финальный, ремки у него нету. Как видите, продолжаю я их номерной ЗК. Есть 140 тем временем. есть еще один поджог. И подходим мы не спеша к 150, как видите. третий хилл. Дальше уже можно настреливать на отбитых, правильно. Достреливать тут какие-то 150к может быть. Правда, убивают его очень быстро, к сожалению. Ну, тем не менее, 152к у нас имеется, 3 килла, миллион двести танковки. Ну, опять же, ребят, говорю, мне, во-первых, просто привычно играть как бы с ГК. То есть, вы знаете, я всегда играю с ГК. То есть, поэтому, сказать, что ДТС мы какой-то эмбовый, блядь, при том, что на нем много таких боев. Еще что-то, я про него не могу. Я эмбовости в нем вообще никакую не вижу. Отчасти он зависит от их команды, как бы. Ну, в целом, если у кого-то уже ситуация, там, что уже тьма свободки, тратить ее некуда, там, и тому подобное, то взять можно. Взять можно, ну, допустим, вот, если бы сейчас были ранги какие-то там, девятые, или еще что-то такое, он бы там был у них бесполезный. Просто абсолютно бесполезный. На ПВО, но это все равно вообще. Все равно у него хорошее, лучше, мы вместо хорошего ПВО дали бы хорошую маскировку, Резат, я думаю, это золото покруче. Может, получается, четвертого добить, забрать у своих, застелить. у меня еще и получается и поддержка, и забрать четвертого, и 160к. в общем, геймплей, ребят, думаю, плюс-минус понятен. Бои, это, скажем, такие бои в среднем. Один бой на нем получается неудачный, один бой хороший, один бой неудачный, один бой хороший, но опять же, неудачный, скорее, из-за маскировки. При этом, Баффало меня перегоняет, Баффало на первом, меня на втором. Ну, зато красивые цифры мы получили, как бы, да, плюс победа, плюс все дела. В общем, вывод я уже и так по нему сделал, но сделаю этот вывод еще раз, ребята. Брать его стоит, наверное, только тем, кто играет на эсмах от торпед, и кто хотел бы научиться поиграть в ГК, чтобы его торпеды не отвлекали. Либо, если у вас лишний миллион свободки, другого, наверное, третьего повода его брать нет. Пока, если ему не сделают 6-ти километров маскировки, этот эсм, ну, будет он своеобразный, не очень он будет, не очень. Вот 6-4 это сильно, много, оно не дает, не дает прессинговать, не дает нормально воевать, приходит за всеми как-то воевать скрытно, там, не знаю, как это объяснить, на отходе, вторым номером воевать, вот знаете, как в футболе, там, кто-то воевет в атаку, кто-то в контр-атаку, вот приходится тут воевать в контр-атаку, ребята, в общем, на этом эсминце, но ГК у него хорошая, пиздит он хорошо, то, что нет торпед, это не большая проблема, как видите, домашку на него убивать можно, все, все, что я хотел, я о нем сказал, ребят, а, и еще раз напомню, в ПВО его никакое качать не надо, вот, вот это перки, и вот это мотки, которым просто нет альтернативы, все остальное это не альтернативы, это фантазии людей, которые не смогли в игру, все, ребят, всем спасибо за просмотры, ставьте лайкосы, подписывайтесь на канал, заходите в гости на стримы и на просмотре новых гайдов,